24 октября в Удомельском краеведческом музее состоялось открытие традиционной экологической фото-выставки «Моя малая родина». С творчеством удомельских фотографов познакомилась и наша съемочная группа. В красоте удомельской земли всегда черпали вдохновение многие знаменитые российские художники и поэты. Наши современники также не перестают удивляться живописными местами удомельского края. Подтверждением тому является ежегодная фото-выставка «Моя малая родина». 24 октября городской краеведческий музей в очередной раз распахнул свои двери для всех любителей и ценителей фотографии. Фото-выставка «Моя малая родина» – одна из хороших традиций нашего города. На удомельской земле она проводится уже в десятый раз. Идейным вдохновителем фото-выставки является бывший директор краеведческого музея Галина Игоревна Часовских. Уникальная выставка сегодня ваша, фото-выставка. Я еще не все фотографии видел, но то, что вижу, я вижу, что это сделано очень профессионально и круто, можно сказать. Я уже второй раз на такой выставке за свою удивительность. Надеюсь, что это будет хорошей традицией. Это нужно продолжать. Но хотя бы два раза в год нужно выставки такие устраивать. Я думаю, на что мы это мы средства найдем. Всем успехов, всем победы и творческих, прежде всего, успехов. Мы не должны останавливаться на достигнутом. И наш город нужно показывать не только на уровне района, но и, может быть, на уровне и области. Хочу сказать, что у природы некрасивых мест нет. Любое место заслуживает внимания и любви нашей. Но на сердце ложится, так как ложится на сердце нашего среди русской природы, эти березы, это ели, сосны, эти озера нет нигде. Я вас уверяю, Россия – самая красивая в мире страна. За 10 лет существования фотовыставка стала популярной как у профессиональных фотографов, так и у новичков. По мнению участников, за фотовыставкой «Моя малая родина» – большое будущее. Ведь главная ее цель – общение и объединение фотографов между собой. В нынешнем году свои работы на фотовыставку представили спортивное молодежное объединение «Сноубордисты-69», туристический клуб «Вездеход», воскресная школа при Князь Владимирском соборе, и впервые участниками фотовыставки стали воспитанники школы творческой фотографии. Всего 40 участников и более 200 работ. 10 лет – это, по-моему, единственная в городе фотовыставка, куда фотографы могут прийти и принести свои работы. И то, что такой конкурс есть – это здорово. Что же касается этой выставки, я своими глазами видел, сколько было вложено сил и стараниями, и организаторами, то есть это Александр Викторовичем и Еленой Валерьевной Семакиной. Это женщина вообще тенанических сил, душевных и физических. И те выставки, которые сейчас проходят, как было сказано, это кукольная, и вот это было сделано ее руками во многом именно плане организации. На фотовыставке «Моя малая родина» каждый смог реализовать себя. Кто-то интересно снял природу и животных, кто-то увидел и запечатлел необычный ракурс своего любимого города и деревни, а кто-то с любовью сфотографировал любимого и близкого человека. В нынешнем году фотовыставка «Моя малая родина» расширила свои рамки. Кроме фотографий на ней представлены уникальные коллекции фотоаппаратов советского образца. Прародителем «Зенита» и «Смены» является фотоаппарат «Фотокор» 1935 года выпуска. Но самое интересное то, что рядом под стеклом находится и фотография, сделанная этим фотоаппаратом в начале 40-х годов прошлого века. Фотовыставка «Моя малая родина» будет работать до конца ноября. Пользуясь случаем, глава города Александр Литвиненко обратился к удомельским фотографам и жителям города принять активное участие в работе над фотоальбомом о нашем городе. Это готовится такая хорошая, красивая книга. Мы будем заказывать порядка 2000 экземпляров. Если есть хорошие, достойные фотографии, которые характеризуют старые какие-то времена, удобные еще с начала прошлого, даже может быть позапрошлого века, красивые наши люди, наши соотечественники, красивые фотографии о природе, то, что вы считаете необходимым, приносите в приемную главы города.